Испания увеличила выплаты беженцам, которые находятся на программе защиты. Я думала, что все давно все знают о временной защите и программах помощи. Но оказалось, что нет. Поэтому сегодня разбираем все еще раз и очень подробно. Для тех, кто меня не знает, давайте знакомиться. Я Лара. С мая 2022-го живу в Испании. Временную защиту получила сразу по приезду в страну. Через неделю полиция забрала свой первый испанский документ. С июня прошлого года я нахожусь на программе защиты. Оказалось, что многие, даже те, кто находится в Испании столько же, сколько и я, не знают разницы между этими двумя понятиями – временная защита и программа защиты. Это разные вещи. И сейчас попробуем понять, в чем же разница. Эту часть я прямо зачитаю. Временная защита – это вид на жительство сроком на один год, который дает человеку ощущение безопасности и социальной гарантии. Директива о временной защите была разработана Евросоюзом после Югославских войн. Но до марта 2022-го ее ни разу не активировали. Как это выглядело на деле, многие знают. И у каждого есть своя история. В моем конкретном случае было так. По прилету в Испанию я написала на электронный адрес полиции Кадис электронное письмо, где указала свои данные, дату, когда я прилетела в Испанию, и свой испанский номер телефона. Испанский номер телефона – это обязательное условие. Я о нем знала, поэтому купила сим-карту в первый же день. На следующий день мне прислали ситу, дату и время, когда я должна явиться в полицию. Через неделю я была в полиции. За час мне оформили временную защиту. Выглядит это вот таким вот образом. Этот листик до сих пор у меня. Формат А4. Здесь есть моя фотография, есть мой отпечаток пальцев, и вся информация, которая в дальнейшем будет сопровождать меня всю мою испанскую жизнь, сколько бы я здесь ни находилась. Мне присвоился номер. Этот же номер указан, затем указывается в пластиковой карте резидента. Когда я буду ее продлевать, этот же номер будет указан в следующей карте. До получения пластиковой карточки, здесь она называется НИЕ, вот этот вот листик был моим основным документом. Он давал право находиться в Испании год и давал право работать. Но вот эта вот замечательная вещь не давала мне никакой социальной помощи. Жилья у меня не было, работы и доходы также. Язык на тот момент я не знала вообще, и что делать дальше, я тоже не понимала. Поэтому я обратилась в ассоциации защиты с просьбой о помощи, конкретно в СИАР и АКСЭН, но есть и другие. Особенность таких ассоциаций в том, что они не безразмерные и могут взять под защиту лишь определенное количество людей. Мне пришлось ждать, пока в одной из ассоциаций появится свободное место. Еще раз напоминаю, что это конкретно мой личный опыт. Знаю, что многих людей в больших городах встречали волонтеры, сразу помогали, отводили куда нужно, селили в палаточные лагеря, в хостел или в отель. Также сразу помогали с оформлением защиты и всем остальным. У всех было по-разному. И я рассказываю о том, как это происходило у меня. Через три недели мне позвонили из ассоциации АКСЭН. Я прошла интервью. Это было в телефонном режиме. Я разговаривала с переводчиком. Мне задавали очень много вопросов. Когда я приехала, каким образом, откуда, где я работала раньше, где моя семья, есть ли у меня доходы. Вопросов было очень много. На следующий день после интервью меня поставили на программу защиты и АКСЭН взял на себя полную заботу обо мне. Меня поселили в апартаменты. Условия в том городе, где нахожусь я, очень хорошие. До этого три недели я жила в испанской семье, которая радушно меня приняла. Спасибо огромное. Мне это очень помогло на том этапе. Также в ассоциации АКСЭН раз в неделю мы делали закупки продуктов. В определенном магазине. И также они взяли на себя заботу по оформлению всех вот этих вот вещей. Не я вам уже показала. И вот эта вот медицинская карта, которая также дает мне право бесплатно здесь лечиться и покупать за скидкой лекарства. Весь этот комплексный набор помощи называется программа защиты. Рассчитана программа на 18 месяцев, состоит из трех этапов и включает в себя различные виды помощи, начиная от жилья и заканчивая языковыми курсами и психологической поддержкой. Подробно про все фазы программы защиты я рассказываю вот здесь. Посмотрите, пожалуйста, внимательно, прежде чем задавать вопросы на эту тему. С декабря 2022 я нахожусь на второй фазе программы защиты. Именно на этом этапе все беженцы начинают получать выплаты. До сентября это было 350 евро в месяц. Аренда жилья оплачивается отдельно. Все про особенности испанской аренды, цены, условия вы найдете вот в этом видео. В сентября Испания увеличила выплаты беженцам, которые находятся на программе защиты. Сейчас это составляет 466 евро на одного взрослого человека. На семью сумма пересчитывается в зависимости от количества взрослых и детей, находящихся на программе. Из вот этих вот денег оплачивается все. Коммунальные, продукты, средства гигиены, одежда, обувь, лекарства. Абсолютно все. На эту тему у меня тоже есть отдельное видео. И все видео, связанные с программой защиты, от нулевой фазы и до сегодняшнего дня, я оставлю в описании к этому видео. Как видите, получить временную защиту и стать на программу защиты – это две совершенно разные опции. И автоматически это не происходит. Те, кто не становился на программу защиты, таких людей тоже достаточно много, на начальном этапе могли получать определенную помощь в виде денег, либо продуктов питания и вещей. Но как это оформляется и действуют ли эти виды помощи сейчас, я не знаю. Относительно программы защиты. Очень много вопросов приходит в личное сообщение, работает ли программа сейчас. Да, программа работает. Она была разработана задолго до войны в Украине. И я думаю, что после войны в Украине она будет так же успешно работать, как и работала раньше. На этой программе находятся беженцы из разных стран, не только украинцы. Со мной на программе есть семья из Грузии, парень из Беларуси, также ребята из латиноамериканских стран, из стран Африки. Испания принимает абсолютно всех, и программа рассчитана на всех. Единственный нюанс, что на усмотрение руководства ассоциации могут либо принять на программу, либо отказать. Также сейчас могут отличаться условия приема от тех, которые были в начале войны. Но сама программа никуда не делась, и я думаю, что никуда не денется. Как стать на программу, если вы уже в Испании и до сих пор еще ничего не знали о программе? Я думаю, что нужно посмотреть информацию в том регионе, где вы живете, где находится Красный Крест, либо одна из ассоциаций. Почитайте в интернете, их достаточно много, ассоциаций защиты. И идти туда, спрашивать, что необходимо для того, чтобы стать на программу. Если вы работаете на программу, вас, скорее всего, не поставят. Отдельно платить пособия тоже эти ассоциации не платят. Еще важный момент. На какие-то юридические вопросы я ответить не могу, я просто не знаю. Я не сижу сутками в интернете и не гуглю информацию на эту тему, потому что мне она сейчас не нужна. Также я не могу вам подсказать, где будет лучше, в какой город лучше поехать, чтобы вас сразу поселили. Хорошо и замечательно. Я тоже этого не знаю. Могу сказать, что Испания замечательная, очень гостеприимная страна. Но здесь также есть свои огромные трудности и сложности, как в любой стране мира. Главный вопрос, что же потом? Это такой вопрос риторический. Да, потом программа закончится. Изначально были условия, что эта фаза вторая заканчивается в декабре. Но я слышала о том, что, скорее всего, для украинцев продлят еще на несколько месяцев программу защиты. Также, если к моменту марта следующего года война не закончится, то я думаю, что нам всем автоматически продлят вот эти документы, потому что НИИ у всех украинцев, которые находятся сейчас в Испании, до 4 марта 2024 года. Но мы знаем, что слово «потом» это очень абстрактно, и посмотрим, что будет потом. Надеюсь, я ответила на большинство вопросов, которые постоянно мне приходят здесь, в комментариях, в Инстаграме и в ТикТок. Если все-таки что-то упустило, пишите, спрашивайте. Если я знаю, то я постараюсь на это ответить. Также я буду очень вам благодарна за лайк и если вы поделитесь этим видео с теми людьми, кому эта информация может быть полезной. Это видео записывала вне плана, поэтому в таких домашних и теплых условиях. Старалась как можно быстрее донести до вас эту информацию. Вполне возможно, кому-то она сейчас очень-очень нужна. И спасибо всем, кто досмотрел это до конца.